И, кстати, на своём участке вам тоже вы должны любить все растения одинаково, конечно. Но у вас может тут образоваться деревце, которое связано с вашей семьёй и с вашим родом. Это да, может быть. Ну вот опять привожу вам пример напоследок, мне уже пора прощаться. Это опять же наши новозеландские аборигены. Маори, поскольку они живут в племенах, в деревне, это обыкновенные европейские коттеджи, в которых живёт маленькая семья, муж, жена, один-двое детей. Но они все объединены пространственно. И по центру у них стоит огромный дом собраний, который сделан в традициях этого племени. Вот он весь резьба. И в этой резьбе история этого племени. Так вот, поскольку оно живёт, это племя, на определённой территории, то тут есть много растений, конечно. И деревья, много птиц. Это всё принадлежит этому племени, вот эти все деревья и растения. Когда у них ребёнок рождается, то тогда послед и пуповину закапывают в одно из деревьев. Традиционно это дерево, ну, под корни, ну, как сказать, есть разные варианты. В общем, самый распространённый вариант такой. Сажают новое дерево на ямке, а в ямку вставляют кувшин необожжённый. А внутри кувшина – послед, или пуповина, и послед вместе. Вот этот вот необожжённый кувшин, он делается просто руками, лепится из глины и расписывается. Очень красиво выглядит. Это всё закапывается в ямку. На этом месте сажается дерево. И это дерево сажается на границе этого племени. Вырастает, когда это деревце, оно, конечно, имеет связь с этим человеком, который родился. Это его дерево, он к нему ходит, за ним ухаживает, этот ребёнок, всё понятно. Но не это самое главное. Самое главное, что это деревце обозначает границу родового древа, племенную территорию. Вот за это дерево враги не заходят. Энергетика ставит столб, всё, стенку. Если вокруг вот этого племени все деревья посажены на последах и пуповинах, то враги не могут зайти. Тут энергетика работает просто мощно. И второй момент, что вот этот человек, он вырастает, он куда-то ездит, может быть, учиться, может быть, на войну, там ещё куда-то подработать. Но он всегда сюда возвращается, в своё племя. Он сюда привязан, вот этим деревом. И вот я разговаривала с вождём, он несколько лет назад уже ушёл, но он очень старенький был. Я разговаривала с вождём по поводу отношений мужчин и женщин, племени. И он мне сказал, что вы, белые люди, европейцы, вы верите вашим книжкам, в которых написано, что сначала Бог создал Адама, а потом из ребра женщину. Это говорит ложь, это рабишь, это ничего не означающее, это неправильная информация. Правда, это то, что женщина первична, потому что женщина в моём племени рождает членов этого племени. А я, мужчина, завишу от неё и от детей. Вот он мне говорит, ну посмотри на меня, вот я вождь, я самый главный мужчина в этом племени. Но если моя жена скажет мне, ты плохо себя ведёшь, уходи, и я буду вынужден уйти из своей семьи за пределы племени, то я буду самый бедный человек на земле. Кому я нужен? Где я буду жить? Я буду выброшен из этой жизни. Вот так мне говорил самый сильный, самый харизматический вождь в Новой Зеландии. И это потому, что они уважают население вот этого племени, родовое, родоплеменное, то, что мы называем дерево, на самом деле это выглядит как люди. Вот количество этих людей в племени, их здоровье, их правильное отношение между мужчинами и женщиной, они определяют выживаемость этого рода. Ну вот у нас не так, к сожалению, у западных людей. А, дорогие мои, я должна с вами проститься, время у нас уже закончилось. Всего вам хорошего. Через неделю начинается новый курс. Я вам сейчас его ещё раз покажу. Новый поток. Вот этот новый поток, второй обновление, восстановление своего сценария жизни. У нас сейчас заканчивается первый поток, и он посвящён тому, что ваша душа проходит все этапы с момента зачатия, потом пребывания в матрицах беременности, рождения и ознакомления со своим сценарием и его очистка. Поэтому если вы заинтересованы, чтобы пройти вот такой опыт, то, в принципе, там, по-моему, пару мест ещё есть. Так, а ну-ка, сделала я это. Вам видно, интересно, или нет? Нет, наверное, да, я не сделала. Сейчас я вам покажу. Вот есть такой ещё у нас. Второй сейчас поток начинается в следующую неделю. Уже мы замерили ауры, и теперь у нас он уже начнётся. Итак, дорогие, я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Я желаю вам счастья. С вами был Игорь Негода. Спасибо. Спасибо.